Ах, как приятно раз в месяц прокатиться по улице Советской, да туда, где номера-то начинаются, и далее по вокзальной в ту же степь, и повернуть опять же на вокзальную туда, где Сектор 3. Да потому что домов я не знаю, но место, мимо которого мой сын проехать просто не может, располагается здесь. Да потому что здесь его игрушки. И вот мы сюда приехали для того, чтобы вам показать новинки. Территория игрушек Орион, потому как именно здесь вы покупаете максимальное количество счастья для вашего супер и мега ребенка. И не важно это, мальчик или девчонка. Кстати, насчет новинок-то. Новинок, естественно, море. При этом новинки не в разряде того, что вашему кошельку придется худо. Худо для тех, кто сюда-то не приехал. Новинки в фирме Орион. Что это такое? Я этих вещей не видел. И, честно, вообще, понятия даже не имею, что такие вещи присутствуют. Во мне 175 роста. А вот это, представляете, кукла. Каких она размеров. Я вам показывал, но вы не поняли, что это за кукла. То есть, ну, прелесть. А еще я сейчас попрошу немножко довернуть вот сюда. Ну, виденческие вещи такие. Смотрите, такие машинки. Классненькие. Это тоже новинки здесь, в сети Орион. Ну, а как вы хотели? И в это время, когда немногие-то и смогли. Я вот прочитал недавно в новостях, что Хэллоуин – это не то, что нужно российским детям. Оно. Но. Хэллоуин – это все-таки тоже клево. Представляете, у ребенка там различные темы, там, себя раскрасить. Девушку видел недавно. По улице шла, и такое ощущение было, что что-то, не знаю, порезано что-то было. Так, оказывается, она там себе нарисовала. Я аж думал подойти, помочь. Вот так вот она делалась. Ну, а чтобы вы поняли, что такое Хэллоуин, вот, посмотрите, вот эти вот замечательные Монстер Герлзы. Для девушки, естественно. Вот. Я много чего видел, да? И цветов разных видел. Но вот в таком количестве. И все это по 60 рублей за куклу. Хэллоуин. Да, второе число ноября. Это в аккурат перед праздниками. Да, в других заведениях тихо. А мы сюда-то в конце завернули. Да, походу, здесь не отдыхает ни хозяйка, ни продавцы. Я не в тонусе. И это радует. Востребованные игрушки-то. На каждый день. Я программу назвал «Дон, милый дом». Знаете почему? Я сейчас объясню почему. Дело в том, что это было, наверное, в детстве. Когда я первый раз в жизни начал смотреть «Том и Джерри». В то же самое время я немножко, чуть больше изучал английский язык. И знал, что «Home Sweet Home» – это «Дон, милый дом». И вот мне все-таки стало было бы интересно узнать, когда мое название приживется здесь, в Орионе. И вот он прижился. Дом, милый дом. 1400 рублей. Здесь, в Орионе, вы не в первый раз? Конечно, нет. А что вам здесь нравится? Ну, так вот, наверное, у вас ребенок же, да, правильно? Да. Большой ассортимент, приемлемые цены. Цены, да. Самые подходящие для нас. А вот такое случается, что вот вы где-то раньше смотрели, и цены такие были страшновастенькие, да, там? Ну, вот буквально только что увидели набор, покупали намного дороже, а здесь он очень дешевый. Когда в розничную цену, в розничных магазинах, отделах, покупали, что намного дороже выходит, чем здесь. То есть вы сейчас, получается, в цену розницы там можете купить гораздо больше, но здесь? Конечно. Спасибо большое. Конечно, то, что на улице происходит, это хорошо. То есть это называется «глубокое бабье лето». Если кто-то еще не понял, что такое бабье лето, я расскажу. Это лето, когда у женщин началось лето. То есть основное лето закончилось, а вот для женщин это лето. Хотя на улице не такая большая погода, но тем не менее. Хоть такое лето есть. А то у нас и лето, и не лето случилось. Конечно, вы сейчас не сможете поймать там никого и ничего, но все равно вот тема по жизни – это от лета до зимы и обратно. Кстати, вот лето я вам сейчас показал. Это вот все то, что нужно для зимы, если вы не хотите гулять, а можно и не гулять, особенно когда на улице минус 32 градуса будет. Но если вы захотите погулять, то, естественно, лыжи, клюшки, лопатки и, естественно, большие лопатки. А вот эта штучка, которую я вам сейчас покажу, она была очень актуальна в 1997 году, когда мы в Америку поехали. Было у меня такое время, когда мы в Америку ездили. И когда на стоянку заехал Андрей Хиловский вместе с Максимом Смирновым, они удивились сначала, потому что я взял себе замечательные роликовые коньки. И достаточно долго на них катался. Тогда еще роликовых коньков в настоящем количестве, сколько их сейчас в городе, не присутствует. Ну а здесь, здесь вот такие вот роликовые коньки, всего 1200 рублей. Конечно, пока без автоматов и пулеметов, ну и это будет. Конечно, для любителей популяции в мире аквапарков, и это тоже есть. Естественно, для тех, кто пазлирует, и там наборчики от 6 до 3 тысяч штукав. И это тоже клево. Но вот маленькая проблемка в том, что эфирчики у нас ограничены. Поэтому чуть меньше, но чуть больше. Слово шикарное. И это все равно здесь. И не в том смысле, что это настолько шикарно, что все это разберут. Это естественно разберут. Даже вопросов не будет, потому что я вот посмотрел и нашел в себе несколько вещей, которые обязательно возьму. Потому что, вы знаете, сын без машин это вообще не сын. Поэтому все-таки вот Skyline, Tiger и вот эту штучку хотелось бы забрать. Но что касаемо машин, понимаете? Здесь у них постоянно какие-то новые машины, что-то новенькое присутствует. То есть, нет ничего такого, что будет здесь, а в другом месте тоже будет. Понимаете? Здесь постоянно что-то из новинок. Это очень хорошо, потому что рано или поздно, а здесь выбор-то просто шикарен. Вы себе возьмете то, что нигде больше не найдете. Ну и как бы нам, мелкопотамам, объяснить крупнопотамам, куда проехать там. Это все просто. Сюда перемещается каждый потам из крупных. Рынок зеленый знает все. Метро крупнее, но там абсолютно не все. А все именно здесь. И здесь поворот напротив складов того, чего уже и нету. И еще направо и естественный третий поворот в ту же сторону. И у вас игрушки. А все мои сюжеты, они такие дорогие, если честно. А тем более после болячки, которая у меня в башке находится. Я думаю, что надо людям помогать. За дешево это делать. Ну такие сюжеты стоят небольших денег, собственно говоря. Но и их я никогда не зарабатываю. А если вы думаете, что все это куплено на 2 года и 8 месяцев моему ребенку. И стоит всех больших денег. Нет. Я только один раз, может быть, попытаюсь вытерпнуть все эти денежки, которые здесь находятся. А потому что здесь все. Вот 1100 рублей, там 870 рублей. Самая дорогая вот эта, кстати, штучка. А то, что вот здесь находится, это вот того человека, кто снимает. У него ребенок есть. Я попросил все-таки, возьми что-нибудь себе. Так он попросил только кубик Рубика. А так, конечно же, дети. Только сюда. И однозначно. Только сюда.